Как превратить отходы в доходы и уменьшить влияние на окружающую среду? На Мироновском заводе по изготовлению крупы комбикормов, который входит в состав холдинга «Мироновский хлебопродукт», запустили пилотный проект по производству брикетов из отходов зерновых и масличных. Кстати, комбикормовый завод генерирует около 2000 тонн зерновых отходов в год. Несколько лет назад, изучая вопрос оптимизации и усовершенствования всех технологических процессов, мы столкнулись с тем, что есть такой продукт на сегодняшний день – отходы. По опыту уже на тот момент некоторых предприятий в нашей стране, кажется, они на этом зарабатывали деньги путем их переработки в брикеты, либо в пилеты. Перед предприятием стояла задача создать универсальный рецепт крепких брикетов, которые давали бы много тепла. Это оказалось не так просто, поэтому на эксперименты ушло больше года. Зато получилось качественное топливо. Исследование в углехимическом институте показало, что теплотворность производимых на предприятии брикетов составляет 3700-4700 ккал. Для сравнения, теплотворность дров – 3500 ккал на килограмм. Брикеты горят дольше и теплоотдача у них выше, поэтому, чтобы отопить дом, необходимо меньше брикетов, чем дров. Продукт получился, население готово его приобретать, мы готовы выходить на более высоких уровней рынка. Процесс производства брикетов заключается в смешивании отходов и их прессовании. Сырье из бункера поступает на камнеотборник, где очищается от камней, после чего перемалывается в дробилке, при необходимости подсушивается в сушке. Затем измельченные отходы направляются в шнеки-дозаторы, которые задают частоту подачи отходов. Как на кухне, ингредиенты дозируются в правильном соотношении и смешиваются в промышленном блендере – шнековом смесителе. Готовая смесь передается в бункер, из которого поступает на пресс. Поступательно ударными движениями пресс выдавливает готовые брикеты. Колбаса из зерновых отходов выходит из-под пресса горячей, медленно движется по специальному длинному желобу и охлаждается. В конце участка охлаждения зерновой тубус режется на куски по 40-50 см длиной, и готовые брикеты падают на бикбек для дальнейшей транспортировки. Мощность линии – 500 кг брикетов в час, но цех рассчитан на размещение еще как минимум одной линии такой же мощности. Кроме того, в МХП планируют в ближайшей перспективе построить такие же цеха на других комбикормовых заводах группы и даже сделать мобильную установку для переработки зерновых отходов на элеваторах. Производство брикетов позволяет ощутимо уменьшить количество отходов от деятельности предприятия и снизить нагрузку на окружающую среду. Каждый год, имея большое накопление отходов, имели проблему с местными советами, с населением, куда эти отходы деть, куда их доставить, как их утилизировать и так далее. На сегодняшний день создание топлива поможет нам решить эту экологическую проблему. Мы меньше начнем засорять наши площади, мы уменьшим уничтожение посадок и каких-то зеленых насаждений. Мы думаем, что это большое будущее у этого проекта, часть экологии.